Всем привет! Меня зовут Эдисон и сегодня я начинаю проходить Майнкрафт с модом Pixelmon. И это мое первое видео, которое я когда-либо делал. И я постараюсь сделать все, чтобы вам понравилось. Ну что ж, пока создам новый мир. Пусть он будет называться... Ну не знаю, пусть будет Pixelmon. Так уж и бейт. Ну что ж, поехали. Что я хочу сказать о данном моде? Ну не знаю, но лично для меня, лично для меня он очень интересный. Очень. Потому что ты всегда найдешь дело, чем можно заняться. Всегда. Так что... Теперь пришло время выбрать первого покемона. Не знаю как для вас, но я лично всегда выбираю Шармандер. Лично для меня это самый сильный покемон из этой четверки. Ну, еще раз повторюсь, это лично мое мнение. Ну что ж, пусть будет Шармандер. Так, где-то мы появились в кустах. Так, не знаю, потому что, мое мнение, если вы еще не играли в этот мод и хотите попробовать играть в Pixelmon, это самый лучший вариант. Самый лучший. Потому что он самый сильный, его очень легко качать. Очень. Ну, еще раз повторюсь, это лично мое мнение. И еще один плюс, очень огромный плюс. На... Когда он эволюционирует, на 30, если я не ошибаюсь, в 36 уровне, он превратится в огромного дракона. Шаризарда. И на него просто можно будет так кликнуть правой кнопкой мешки, и сесть на него, и просто летать по всему миру. И очень быстро. Так, еще хочу вам объяснить вот это. Ну, думаю, сейчас или позже. Ну, просто кликаешь правой мешкой такой, и... Потом, ломаешь это... Ну, просто... Я называю это грибами. Ну, не знаю. Для меня это похоже. Из них можно делать покеболы. Ультраболы. Самые лучшие. Ну, самые лучшие мастерболы. Я даже не знаю, где их можно добыть. Ну, для меня это самая лучшая ставка. Фу, неплохо. Мы сразу появились возле... Возле... Огромной шахты. Фу, что-то я уже запинаться начал. Извините, уже 2 часа ночи спать и ходу. Ну, ладно. Ну, не знаю. Наверное, в этом эпизоде я пока... Только сделаю небольшой домик. И думаю, будет хватит. В следующем эпизоде, с каждым эпизодом, я буду рассказывать все подробнее и подробнее об этом моде. Кстати, если кому-то интересно, я поставлю ссылку снизу этого видео. Если кто-то захочет, может скачать этот мод. Для Майнкрафта 1.5.2. Да, если я не ошибаюсь. Ну, что ж. Начнем строить небольшой домик. Еще что-то хотел рассказать. Даже уже не знаю, что. А, кстати, обо всем геймплее. Ну, не знаю. Здесь... Один, не знаю. Здесь один и минус, и плюс. Ну, не знаю для кого как. Ну, в этом моде вообще нету монстров. Вообще нигде. Не знаю. В более старых версиях этого мода были и монстры, и покемоны. Ну, теперь их нету. Просто монстры. Ну, может где-то реально встретить одного-двух монстров. Но это тупо возле спава. Если вы встретили в любой точке мира одного-двух монстров, знайте. Где-то рядом есть спава. То бишь, можно сказать, что много ресурсов здесь и не нужно. Конечно, мое мнение, это на самом начале пойти в шахту, где-то посидеть там, ну, не знаю, часик-два, набить себе ресурсов и хватит почти на всю жизнь. Так, нету мобов не нужно делать себе, меч не нужно делать себе, броньку, экипировку, уже экономишь. Максимум, не знаю, максимум здесь нужно один-два диаманта. И это максимум, чтобы сделать хилку для покемона. Хилка это типа, ну, я думаю, вы уже сами поняли по названию. Когда покемон умирает, просто засовываешь его в хилку, и он лечится сам. Ну, что, пока сделаем небольшой домик, я думаю, это будет хватит для начала. Так, еще в шахтах есть, как бы, монстрозаменители. Покемоны уровня, даже не знаю, уровень 50, или чуть-чуть меньше, чуть-чуть, на пару левелов. И они сразу на тебя нападают, когда ты только, ну, когда они тебя сразу увидят, сразу нападают. Ну, и не на тебя, типа, тебя они не убивают, даже не трогают, нападают на твоего покемона. Ну, конечно, твой покемон, вот, Шармандер, пятый левел, ну, конечно, против 40, там, с чем-то, и с чем-то левела невесты. Так, уменьшу я чуть-чуть звук. Ну, и что, делаем небольшой домик. Еще раз повторюсь, в следующих сериях я буду все подробно рассказывать, что и как делать, кого лучше качать, и вообще, какие покемоны самые лучшие для меня. Не знаю, как для вас. Так, ну, я не знаю, что даже теперь делать. До первой серии многого не надо. Вот, что я хотел бы посадить. Набрать себе чуть-чуть пшеницы. В следующей серии, я думаю, пойду в шахту, и там пробуду целую серию, набью себе достаточно ресурсов, чтобы было на будущее. Ну, как на будущее. Несколько серий. Не буду там сидеть очень много. Думаю, для первой серии будет достаточно. Ну, что ж, думаю, для первой серии достаточно. Уже и спать охотно. В следующей серии, еще раз повторюсь, еще раз, уже, наверное, надоел вам, расскажу все подробно, что и как делать, куда лучше идти. Ну, что ж, если вам понравилось, поставьте лайк, еще раз повторюсь, это мое первое видео, когда я когда-либо делал. Можете подписаться на мой канал. Я уверяю вас, я уверяю вас, я буду ценить почти всех моих подписчиков, каждого. И я постараюсь сделать видео как можно быстрее. Как можно. Даже не знаю, может, один-два видео в день, когда буду иметь время. Ну, что ж, можете давать советы, пожелания, что и как лучше мне делать, чтобы вы хотели увидеть в моих новых сериях, чтобы вы хотели, чтобы я изменил. Ну, что ж, спасибо вам за просмотр. С вами был Эдисон и Шармандер. До новых встреч. Удачи.